Заболеваемость гриппом в России ниже эпидемического уровня. Об этом на брифинге сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ведомство вовремя предприняло необходимые профилактические меры, сообщает ТАСС. На Ямале случаи гриппа зарегистрированы в нескольких городах, Губкинске в их числе. Всего за предыдущую неделю выявлено 519 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. 80% заболевших – дети и подростки. Всего с начала года в Губкинском зарегистрировано 1360 случаев заболевания. Среди них три лабораторно подтвержденных случая гриппа. Это грипп B сезонный. Два случая среди беременных женщин. Обе были госпитализированы в гинекологическом отделении. Один случай среди ребенка. Состояние больных в средней степени тяжести, некоторые уже выписаны. На сегодняшний день у нас также зарегистрировано уже 24 случая заболевания больничными пневмониями. Основная масса заболеваний у нас регистрируется среди взрослого населения в возрасте от 18 до 39 лет. В мире регистрируются случаи коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, главным образом она передается воздушно-капельным путем. Только в Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло более 4,5 тысяч человек. Также случаи заражения зафиксированы в других странах. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в России лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В Губкинской городской больнице пациенты, прибывшие с КНР, либо общавшиеся с этими людьми, тоже не зарегистрировано. Хотелось бы обратить внимание жителей нашего города. Если кто-то будет выезжать в ближайшие дни в КНР, либо общаться тесно с людьми, которые там побывали, при проявлении первых симптомов острых респираторных вирусных инфекций, обязательно вызвать врача и сказать врачу, что вы присутствовали, либо путешествовали в КНР. Республику.